Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодня предлагаю обсудить подготовку к новому учебному году. Знакомьтесь с нашей гостьей и присоединяйтесь. Жанна Анатольевна Жданович, заместитель начальника главного управления образования Гомельского областполкома, родилась в Минске, закончила среднюю школу номер два города Наровли. Затем Минский государственный педагогический институт имени Горького. Работала учителем русского языка и литературы в учреждениях образования Наровли, Мозыря и Добруша. Имеет педагогический стаж 18 лет. 20 лет работает на государственной службе. Награждена нагрудным знаком отличник образования Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются подготовки к новому учебному году, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер 340-043-3. Здравствуйте, Жанна Анатольевна. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Редко приходится начинать программу сразу со сложных вопросов, но сегодняшняя действительность такова, что других она не предполагает. В субботу педагоги, школы, гимназии, областного центра выстроились в цепь солидарности у колледжа имени Выгодского для того, чтобы, как они заявили, оправдать себя. Потому что люди устали от той грязи, от оскорблений, которыми их поливают после оглашения результатов выборов. Люди устали терпеть такое к себе отношение. Жанна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о ситуации, какова она сейчас, какое настроение в коллективе? Вы знаете, Ольга, мы встречались с этой группой людей. Это была немногочисленная группа. Педагоги города Гомеля. Там не было педагогов Гомельского педколледжа, рядом с которым они находились. Мы встречались с Русланом Ивановичем, с этой группой. Та информация, которая нам поступает, говорит действительно о том, что сегодня начинать учебный год нам сложно по целому ряду причин. Во-первых, у нас практически исчезла четвертая четверть из-за пандемии. Во-вторых, учителям нужно серьезно сейчас готовиться к тому, чтобы наверстать все упущенное. Ну, а в-третьих, нападки, которые появились в адрес учителей в связи с избирательной кампанией. Горько, обидно, несправедливо. Почему? Потому что директора школ, учителя, они выполняли свою работу. И они являлись членами избирательных комиссий. И абсолютно безосновательные упреки слышать свой адрес. Очень сложно. Разговор недавно с одним из директоров школ показал, что обида присутствует, как сказала очень уважаемый директор, присутствует и на себя, потому что ведь они все, кто нас ганьбит, кто нас упрекает, это наши дети, это наши бывшие ученики. Значит, чего-то недодали, какой-то культуры недодали отношения. С другой стороны, грязь и пошлость, которая иногда и угрозы даже, поверьте, что есть и угрозы, льется в адрес отдельных. Я не скажу, что это приобрело массовый характер у нас в области, но есть такие примеры, и они, к сожалению, не единичны. Она свидетельствует о том, что сегодня, как в детском коллективе, применяется буллинг. Знаете, что это такое? Это травля. То есть вот это отношение некоторой части родителей, буллинга, травли в сторону своих педагогов, понимая, что завтра вы приведете детей 1 сентября в школу, оно говорит о серьезных просчетах и ошибках. И вот мне кажется, что спустя какое-то время многим из этих людей будет просто стыдно за свои поступки. Что могут учителя? Учителя, поверьте, плачут, сдерживают себя, потому что мы же педагоги. Но очень хочется обратиться к вам, уважаемые родители, тех, кто себе позволяет вот такие непозволительные вещи. Вы знаете, а что будет, если учителя возьмут и тоже объявят забастовку? И не придут 1 сентября. И маленький ребеночек, который готовился в первый класс, будет лишен праздника 1 сентября. Мы никогда так не поступим, потому что мы педагоги. Поэтому мне сегодня хочется, вот начиная эту передачу, призвать всех нас, давайте как в дружном классе, имея детей с разным характером, с разной агрессией, с разным темпераментом, с разными поступками, с разными детьми, с которыми иногда не справляются даже родители, давайте мы все-таки как в дружном классе объединимся, прекратим и все вместе спокойно начнем и без того непростой новый учебный год. Самое страшное, если из профессии будут уходить самые талантливые, самые чувствительные, самые неравнодушные люди, которые не смогут перенести вот эту несправедливость, не смогут выдержать это именно как удар от своих же учеников, которых столько вложил, столько труда, столько любви, столько заботы. Вот это очень страшно. Вы абсолютно правы, Ольга, учитель, он человек с ранимой душой, потому что он работает с самым светлым и чистым с детьми. И еще очень хотелось бы обратиться к бывшим выпускникам. Вы знаете, не надо поддаваться чувству толпы, не надо нести свои дипломы, свидетельства специального фонда президента, отдавать педагогам. Вы их получили заслуженно, вы заработали. И сегодня, принося их в школу, вывешивая их на заборе, с одной стороны, дорогие дети, вы проявляете бескультуре, высшую степень бескультуре, с другой стороны, вы наносите горькую обиду. Вы знаете, о божьи законы никто отменял, не отменял, обида вернется. Да, есть такой принцип в юриспруденции, что лучше оправдать виновного, чем осудить невинного. И, конечно, накал эмоций понятен. Мы все сейчас в очень большом стрессе находимся. И, конечно, желание выплеснуть обиду тоже понятно. Но насилие, жестокость, преследование, оскорбление – это путь в никуда. Мы сегодня всему миру известны как люди, которые свои проблемы решают исключительно мирно. И на нас все смотрят с восхищением. Именно поэтому я много раз говорила, как я горжусь своей страной, своими соотечественниками. Да, вы абсолютно правы. И я думаю, что родители ведь прекрасно знают своих учителей, кому они ведут детей, кому они их доверяют. Они доверяют жизнь, здоровье, будущее. И поэтому очень важно поддержать тех, кому мы доверяем. Слушать, слышать, быть рядом, разберемся. Задавать вопросы и слышать друг друга. Но не позволять себе… Вот как можно говорить о мире, призывать к миру, призывать к справедливости, при этом унижать того, кто даже не может ответить тебе в этот момент. Да, вы абсолютно правы, Ольга. И здесь вот эти чисто человеческие взаимоотношения, которые есть, они выходят за рамки, наверное, за рамки вообще не только темы, которые нас всех сейчас волнуют. Они говорят о общечеловеческих ценностях. Поэтому еще и еще раз призываем. Пожалуйста, давайте будем оставаться людьми и помнить, что школа, куда вы все придете, родители, дети 1 сентября, это большая дружная семья, где все должны слышать и понимать друг друга. Но ни в коем случае не оскорблять и не позволять это делать тем, кто не заслуживает этого. Да, это не позволительно никому. И хотя бы ради детей стоит остановиться, подумать о них, потому что для них школа должна быть безопасным местом, местом без агрессии, без какого-то напряженного отношения. Дети это прекрасно улавливают. Для них взрослые должны быть авторитетом. И родители, и учителя непререкаемым авторитетом. Между ними не должно быть противоречий. Безусловно. Спасибо, Жанна Анатольевна. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите в эфире. Добрый день. Я хочу тоже, вот задели меня слова и ведущие, и Жанны Анатольевны, я тоже хочу присоединиться вот к этому призыву. Потому что и родители, и даже и бабушки, и дедушки, которые вот 1 сентября собираются везти своих детей, внуков в школу, ну, надо думать о том, что мы все не без греха, как говорится. Сейчас эмоции, понятно, наколены у всех до предела. Мне кажется, нужно просто остановиться и подумать. Подумать, что же мы делаем. Ну, нельзя, нельзя вот так вот никогда, нигде, ни по каким обстоятельствам нельзя обвинять вот так вот огульно, вот всех подряд, вот целую отрасль. Всех людей, которые действительно отдают силы, здоровье. Иногда даже бывает, что и жизни. Вот нашим детям. И вот я просто призываю, хочу обратиться через передачу к родителям, как тем, опять-таки к бабушкам, дедушкам. Ну, давайте, давайте мы через эти сети скажем спасибо тем учителям, кому действительно мы весьма признаем. Давайте мы скажем спасибо школе, которая занимается нашими детьми, воспитывает наших детей. Давайте мы записки напишем. И повесим на заболе рядом с теми дипломами, которые сейчас вот приходят и вывешивают, якобы обращают в школе. Но вы поймите, так нельзя. И я просто вот призываю абсолютно всех поддержать вот эту вот инициативу. Давайте скажем спасибо учителям, и тогда 1 сентября нам не надо будет ждать ни за бастулов. И тогда 1 сентября, привезя своих детей и внуков в школу, мы посмотрим друг другу в глаза, скажем здравствуйте, с праздником. Спасибо вам большое. Спасибо. И перейдем к рабочим вопросам. Жанна Анатольевна, до 1 сентября всего ничего, две недели. Скажите, пожалуйста, как прошла эта оздоровительная кампания? Потому что очень боялись, конечно, ситуации и в пришкольных лагерях, и в стационарных учреждениях. Были ли какие-то проблемы со здоровьем у воспитанников? Вы знаете, да, год сложный, и оздоровительная кампания тоже была непростой. Я скажу только, что всего лишь 50% от плановых цифр детей оздоравливалось. Родители все-таки, многие не рисковали отдавать в лагеря. Но те, кто отдал в пришкольные лагеря, в оздоровительные лагеря, в загородные лагеря, мы посещали эти лагеря в течение лета. Мы видели, что соблюдены все меры безопасности. Не поступило, собирая каждый день информацию о здоровье детей, мы увидели, что не поступило ни одного сообщения о каких-то, не дай бог, ЧП, о заболевших детях. Никто из детей, слава тебе, Господи, не заболел коронавирусом в лагерях. Поэтому можно сказать, что подходящая к концу оздоровительная кампания 17,5 тысяч детей все-таки позволила нам оздоровить у себя в Гомельской области. И сегодня очень много мы получаем благодарности от родителей, чьи дети посещали пришкольные лагеря. У нас четко были выстроены правила, временные методические рекомендации Минздрава, по которым мы все действовали и следовали. Поэтому надеемся, очень надеемся, что предстоящие осенние каникулы может быть все-таки позволят нам удовлетворить все заявки. У нас они были удовлетворены, но потребность была только на 50%. Спасибо. Жанна Анатольевна, есть у нас вопрос на линии. Телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Подскажите, пожалуйста, будет ли оказываться помощь многодетным семьям при подготовке детей к школе? Где и как она будет оказываться? Спасибо. Спасибо. Добрый день. Вы хорошо задали вопрос, мы его собирались освещать. Да, чуть позже. Чуть позже. Значит, конечно, будет. У нас есть государственная программа здоровья и демографическая безопасность народа, населения. И это в соответствии с этой программой каждой многодетной семье оказывается помощь. Для того, чтобы вы получили ее, если вы, насколько я правильно поняла, многодетная мама, вы должны обратиться в Центр социального обслуживания с паспортом, с документом, который подтверждает, что вы многодетная семья, и получить это пособие. Еще на что хочу обратить внимание, что каждый год в нашей области организуется акция «Собери портфель первокласснику». Она объявлена и в этом году, в которой участвуют все общественные, государственные организации, предприятия, и мы обязательно вручаем портфели всем, кто требует нашего особого внимания, в первую очередь тоже многодетным семьям, семьям которых не очень хорошее материальное положение. И еще не только многодетные семьи могут обратиться к получению помощи. Этой помощью могут воспользоваться и те, кому она нужна в силу жизненных обстоятельств. Для этого только стоит написать заявление в Центр и получить адресную помощь. Очень дорого собрать сегодня школьника. Если в семье несколько школьников, то, конечно, забота – это серьезная. Но, вы знаете, я хочу подчеркнуть, что ни в одной стране мира нет, ну вот мы с вами сейчас говорим о подготовке в школе, нет того социального пакета, который позволяет дополнительно оказать помощь, ежегодно оказать помощь. Это немалые государственные деньги. И материальную помощь, и помощь общественных организаций. К нам поступают вопросы и на наш вайбер. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как пройдут линейки 1 сентября, и можно ли приходить родителям? Вот что касается мер безопасности на линейках. Вы знаете, Ольга, наверное, в этом году очень сложно говорить о чем-то уверенно. Но, тем не менее, пока, за две недели до нового учебного года, уважаемые родители, мы планируем проводить линейки в обычном режиме, с присутствием родителей. Разрабатываются сейчас Министерством образования рекомендации по началу учебного года, по организации линеек. Мы обязательно доведем до сведения, но очень хочется надеяться на то, что 1 сентября будет праздник такой, каким он был все предыдущие годы. И никто его ничто не испортит. Конечно, я уверена в этом. А потом будет полноценный учебный уже день, как это было всегда. Да, учебный день по расписанию, который будет вывешено заранее. В каждой школе будут предупреждены дети, родители. Сколько первоклассников в этом году набирают школы? Меньше, чем это было? Вы знаете, цифры почти одинаковые. Это 17262 первоклассника планируется, сядут за парты. Ну, она практически у нас та же, чуточку больше, чем в прошлом году. Созданы условия для всех, для тех, кто будет на базе детских садов заниматься, и для тех, кто придет в первые классы школы-гимназии. Спасибо, Жанна Анатольевна. К нам присоединяется наш телезритель. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире? Да, меня зовут Анна. У меня ребенка полтора года. Я попросила его в Комеле устроить в сад. Возможно, летом. А где вы живете? В каком районе? В Советском. В Советском районе полтора годика вашего мужа. Полтора годика. Анна, я хочу сразу вам задать вопрос. Добрый день. Да. Скажите, пожалуйста, а вы стали на учет в службу «Одно окно» Советского района? Или не зарегистрировались? Да, стали. Стали на учет. Очень хорошо. Значит, ваша задача сейчас... Вы хотите отдать ребеночка в полтора года или хотите его отдать в три года, как обычно? Полтора года. А, вы хотите отдать в полтора года. Ну, Анна, я вам сразу скажу, что как раз в Советском районе есть группы раннего развития. И они есть у нас и в Железнодорожном районе. Они, к сожалению, есть не везде, потому что эта услуга не так очень востребована. Поэтому вы можете обратиться в отдел образования администрации Советского района города Гомеля. И вы решите эту проблему. Она решаема. Там есть места? Да, там есть места. Если будут проблемы где-то с, я имею в виду, с предоставлением мест, но я думаю, у нас в Советском районе при наличии вот таких групп вам не откажут. Да, сейчас редко кого вынуждают обстоятельства. Я думаю, что это не... Да, выйти в полтора года, да, наверное, есть жизненная ситуация. Есть необходимость маме, наверное, работать и зарабатывать. Да, наверное. Ну, в любом случае, у каждой ситуации есть свои плюсы, свои минусы. Главное, что возможность такая есть, и все будет хорошо. Будут ли в этом учебном году какие-то серьезные изменения в программах школьных, в организации процесса, чем-то он будет отличаться? Вы знаете, учебный план, Ольга, он практически такой же, как и в прошлом году. Единственное, что немножечко изменено, десятиклассники будут заниматься по новым учебным программам. То есть изменения касаются только содержательной части программ. Никаких изменений в коренных изменениях в учебных планах, которые утверждены Министерством образования, на этот учебный год не предусмотрено. Учебники, учебные программы и все. Предлагаю сейчас ненадолго прерваться. О том, как учреждения образования готовятся к началу нового учебного года, у нас подготовлен сюжет. Учреждение образования «Ленинский детский сад. Начальная школа» в Добружском районе – одно из старейших на Гомельщине. Свою историю здесь отсчитывают с 1869 года, когда в деревне открыли народное училище. Правда, нынешнее здание школы было построено значительно позже – в 1963 году. Первоначально оно предназначалось для клубной работы и, соответственно, проектировалось. Впрочем, на данный момент все волнения позади. Занятия в школе можно начинать хоть сегодня. Пожалуй, единственное, что пока не удается реализовать в этой школе – замена компьютеров. Нынешние приобретены еще в 2003-м. Учить детей на них очень проблематично. Вообще, 1 сентября в Ленинской начальной школе за партой сядут 53 ученика. Многие из которых, кстати, эти дни проводят на школьной спортивной площадке. В Агрогородке это, наверное, лучшее место для занятия спортом на любительском уровне. По словам детей, по школе и своим учителям они уже даже соскучились. Мне очень нравится в этой школе учиться. Тут хорошие дети, все дружат, оценки получаешь, приходишь домой, делаешь уроки. Опять с утра приходишь в школу. Все учишься, узнаешь что-то новое. История Круговецко-Ленинской средней школы не такая продолжительная, как у соседей. Однако тоже немалая. Берет свое начало в 1883 году. Нынешнее же здание построили в 1986. К процессу подготовки к новому учебному году здесь подошли обстоятельно. Покрашенные полы и нарисованные на них добрые зверушки – это для малышей. Все работы выполнили воспитатели и их помощники. Четыре года назад к школе присоединили детский сад. Теперь для воспитанников постоянно придумывают что-то новое. Малышам, говорят, должно быть всегда комфортно. Впрочем, не забыли в Круговце-Калининском и обучащихся. Косметический ремонт летом провели во всех без исключения классах. В эти дни педагоги возвращаются из отпусков и готовятся к занятиям. Нужно получить в библиотеке учебники, чтобы 1 сентября раздать их школьникам. Вообще, первый день занятий для многих из них станет настоящим сюрпризом. Администрации удалось сделать то, о чем все долго мечтали. Начиная от капитального ремонта спортивного зала, который, по словам директора, находился в плачевном состоянии, до кабинета физики, к ремонту которого даже бюджетные средства не привлекали. Кабинет физики требовал капитального ремонта. Но для этого, конечно же, необходимы были финансовые вложения. С этой целью мы наладили связь с индивидуальным предпринимателем, который, конечно же, спросил, что нам необходимо для этого. Мы, проанализировав ситуацию в кабинете, составили план мероприятий по его реализации. Итак, мы сняли старые обои, сняли старый линолеум, сняли старые светильники. Все это просчитав, конечно же, индивидуальный предприниматель пошел нам на помощь. С его помощью было закуплено все, что было необходимо для того, чтобы засияли новые лампы, для того, чтобы класс был выкрашен новой акриловой светлой краской, чтобы это было приятно глазу учеников, чтобы в кабинете было светло, комфортно, уютно и, самое главное, безопасно для наших детей. В 46-й Гомельской гимназии из-за парта в этом учебном году сядут около 800 учащихся. Это больше, чем обычно. Прибавка получилась за счет новых микрорайонов. На ремонтные работы в этом году здесь потратили около 70 тысяч рублей, 23 бюджетных тысячи и 37 собственных внебюджетных, плюс деньги спонсоров и шефов. Как результат удалось не только обновить кабинеты, но и закупить новые компьютеры и мультиборды, которые будут активно использоваться в учебном процессе. У гимназии вообще хорошая репутация. Высокие баллы на ЦТ и победы на республиканских олимпиадах здесь совсем не редкость. Ученик Зои Терлецкая в этом году получил диплом третьей степени на республиканской олимпиаде по французскому языку. Это результат многолетней целенаправленной работы с детьми. Для того, чтобы подготовить победителя в старших классах, начинать нужно с класса 5-6. Нужно так заинтересовать ученика, чтобы он работал над изучением языка по несколько часов в день и как заключительный этап общие сборы. Помощь облсполкома, горосполкома, когда организуют сборы. Раньше у нас такого не было. Учитель сам готовил ученика. А сейчас перед олимпиадой, перед областной, перед республиканской у нас есть возможность две недели, одну неделю позаниматься с теми ребятами, которые самые сильные, которые готовятся уже к олимпиаде. И занимаюсь, например, не одна я, а занимаются все учителя, профессионалы нашей гимназии. У всех учителей есть опыт, но каждый вносит свое. И это плюс для ученика. И еще плюс то, что они собираются, сильные ребята собираются вместе. Отремонтированный обеденный зал и пищеблок, плюс новые двери в коридорах и окна в классах. Для учащихся начальной школы – новая парта белорусского производства. По словам учителей, очень удобная. Что на этот счет скажут первоклашки, станет известно совсем скоро. Практически на сегодняшний момент все кабинеты учреждения уже готовы к приему детей. Школа уже скучает, потому что середина августа всем нам становится уже очень тихо в наших кабинетах. Актовый зал, спортивный зал, все базы, кабинеты предметные, помещения для малышей. Абсолютная готовность. Вот как будто бы завтра начинается новый учебный год. С нетерпением ждем. Посмотрите диалог. Заместитель начальника главного управления образования Гомельского облсполкома Жанна Жданович. Сегодня у нас в гостях. Жанна Анатольевна, готовность номер один, да? То есть все уже готовы стартовать. Вы знаете, Ольга, вот смотрела сюжет и еще раз гордилась нашими педагогами тому, с какой любовью, с какой ответственностью они подходят к решению проблем материально-технического базы, укрепления базы, ремонтных работ. Вот видите, в самой глубинке сельская школа, сколько там сделано своими руками. Это говорит о том, что учительство у нас замечательное, учителя, директора школ замечательное. И видите, с какой любовью они ждут детей. У нас практически завершена приемка учреждения образования к новому учебному году. И сегодня 98% школ уже готовы. Идут какие-то дополнительные работы или исправления где-то каких-то недостатков. Поэтому до 20 августа мы рапортуем в областному исполнительному комитету, Министерству образования, что школы, учреждения образования Гомельской области готовы к 1 сентября. Очень приятно, что в этом году сеть школьных учреждений пополнят сразу две школы. Одна после реконструкции в Кармянском районе Литвиновичи. И одна совершенно новая в 21 микрорайоне города Гомеля, которая будет абсолютно уникальной. Такого у нас практически нигде нет. Школа будущего. Как сейчас обстоят дела на этих объектах? Да, долгожданная новостройка в 21 микрорайоне распахнет двери 1 сентября. И здесь очень хочется сказать огромное спасибо и нашему руководителю области за то, что несмотря на сложность финансовую, на сложность в выполнении работ, была поставлена четкая, твердая задача открыть это учреждение 1 сентября. И оно будет открыто, и в этом учреждении прозвенит звонок. Там микрорайон, где очень нуждаются в этой школе. Действительно будет интересная, уникальная. Потому что она новая, да, и потому что проект интересный. Да, потому что очень многие школы похожи друг на друга. Похожи друг на друга, а вот такой точно не у кого нет. И еще, конечно, долгожданная. С декабря 2016 года детки Литвиновской средней школы, вот мне довелось бывать там не раз, они терпеливо ездили и учились в соседнюю школу, в Октябрьевский детский сад, среднюю школу. Вот, старшие классы. А сейчас, 1 сентября, для них прозвенит звонок, и вот эти 150 деток, они будут заниматься в одну смену. И к 1 сентября будет пристройка введена, кабинеты. А к октябрю уже будет и пищеблок, и реконструкция спортивного зала завершится. То есть это тоже долгострой, которого очень и очень ждали дети. Поэтому, несмотря на дефицит финансовых средств, все-таки приоритетная задача, она выполняется и у нас в стране, и у нас в области. Это строительство школы, решение проблемы. А садиков открылось-то еще больше. В этом году он вообще был урожайный именно на детские садики. А проблем сейчас уже нету, да, с нехваткой места? Или еще где-то остаются? Ну, вы знаете, в горячих точках, как мы называем, это микрорайоны, которые густонаселенные, задача все-таки шаговой доступности, выделения мест, она не везде выполняется, потому что достаточного количества нет. Но решение проблемы, особенно у нас был горячий вопрос в Гомельском районе, поэтому Радуга, Град, замечательный яслисад, значит, открылся в Гомельском районе, как раз в оздоровительном центре. И долгожданный яслисад, он долго ждал этого, детки долго ждали открытия номер 5 в Петрикове. И вот буквально завтра откроется для ста ребят, откроется детский сад, яслисад номер 95, который располагаться будет на базе закрытого детского дома, Гомельского детского дома. Поэтому эти проблемы, они решаются, и видите, можно прямо сказать, что этот учебный год, он был урожайным на строительство и открытие школ. Что касается дошкольных учреждений, наша область лидирует в республике по охвату детей дошкольными местами. 98% детей охвачено детскими садами и яслями садами. Только думайте, практически каждый ребенок у нас посещает детский сад. В соседних странах эта цифра не превышает 60%. Мне кажется, даже не в соседних. Да, и даже не в соседних. Ситуация не такая просто. Да, да, да. Как-то к этому привыкли, что это как само собой разумеющееся. А на самом деле этого же в мире почти... Это огромное благо. Почти нигде нет. Огромное социальное благо. Жанна Анатольевна, у нас есть сообщение, которым я очень рада. Хотелось бы высказать слова благодарности педагогам средней школы номер 27 Гомеля, учителям начальных классов Каминской Елене Львовне и Ковалевич Ирине Михайловне. Они обе учителя с большой буквы. Настоящие вторые мамы моих детей. Низкий им поклон за их работу. Замечательно. И еще одно. Четыре года с нашими детьми была наша любимая Богучуна с Еленой Викторовной, учитель начальных классов гимназии номер 71. Теперь они перешли в пятый класс. Мы точно знаем, как будем вместе с детьми скучать по ней. Пусть у нашей Елены Викторовны в этом году будет новый хороший класс и благодарные родители. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, помимо того, что летом школы и детские сады, сейчас про школы, хотя готовятся, конечно, все, готовятся к новому учебному году, еще можно и оценить по результатам вступительной кампании качество своей работы, как поступали ребята, как они сдавали ЦТ. Расскажите, пожалуйста, об итогах этого года. Нужно сказать, что ежегодно свыше 50% школьников становятся студентами учреждений высшего образования. Цифра окончательная нам будет известна только к 1 сентября, когда мы уже четко увидим и получим информацию, в том числе и ребят, которые поступали заочно. Но нужно сказать, что результатом поступления являются итоги централизованного тестирования. В этом году впервые Министерство образования приняло решение не рассылать информацию для сравнения, каков средний бал учащихся выпускников среди областей. Почему? Ну, наверное, чтобы исключить вот этот вот момент конкурентности. Наверное, я так предполагаю. Но буквально вчера на стол начальника Главного управления образования мы получили информацию для служебного пользования, информацию, которую должны в течение нескольких дней обработать. И для себя четко все-таки увидеть. И очень хочется сравнить опять, какой средний бал у ребят, например, там из Добружского, из Ельского, из Чечерского района, да, из района города Гомеля. Потому что, согласитесь, ну, для того, чтобы проводить анализ, для того, чтобы сравнивать, нужно апеллировать цифрам. Вот. Поэтому мы будем знать позже на педагогическом, нашем областном педагогическом совете, который состоится в пятницу. Мы эту информацию озвучим, когда проведем анализ статистический. Вообще, как поступали выпускники школ? Поступление, ну, вы знаете, если говорить о пяти, шести, может, даже десяти годах назад, наши дети становились студентами учреждений высшего образования 30-40%, да. А сейчас, как я сказала, это каждый год 50, вот в прошлом году было 57% стали. Но у нас, кроме учреждений высшего образования, есть еще учреждения профессионально-технического и среднего специального образования. Нужно сказать, что они практически все укомплектованы. Единственное, вот хочу сейчас обратиться к вам, уважаемые телезрители, чьи дети, может быть, еще не определились после 11 классов. На сегодня остаются вакантными места у нас вот в три учреждения образования. Это Речевский аграрный колледж, Гомельский машиностроительный, аграрно-экономический, Гомельский и профессионально-технический колледж электротехники. Поэтому добро пожаловать, приходите в наши, в ПТО и СУЗы. Набор, как я уже сказала, практически завершен. Но вот эти еще четыре учреждения ждут своих абитуриентов. Минувший учебный год заканчивался в ситуации, когда пандемия набирала обороты. И остров стал вопросом, насколько мы готовы к такой форме обучения, как обучение онлайн. Жанна Анатольевна, мы попросили порассуждать на эту тему людей на улицах Гомеля. Дистанционное обучение – это очень тяжелое испытание для родителей. Лучше вживую. Нет. А чем тяжело? Ну, мы привыкнем, конечно, но для детей у меня 7-летний ребенок. И я вижу, что он… Мы пробовали так и эдак. Дистанционное обучение он не воспринимает всерьез. Ну, я не знаю, только в условиях карантина. Дети не способны сейчас заниматься дома. Лучше, конечно, в школе. Я считаю, что лучше учиться в школе. Ну, лучше в школе, чтобы дети между собой общались, коммуницировали. А что дома сидеть в четырех стенах? А пандемия? А что пандемия? Можно ее подхватить везде. Мы же по-любому будем выходить в магазины. И все. Я к этому более ровно отношусь. Я считаю, что лучше все-таки быть в школе, чем дома. Потому что это живое общение. Ну, представьте, допустим, если я могу быть дома, я могу полениться. В школе я с детьми, со мной учитель. И мне так не объяснят дома, как мне объяснят в школе. И я считаю, что когда коллективный дух, он влияет на детей. То есть дети друг на друга влияют. И этот коллективный дух, он влияет все-таки положительно на детей. Считаю, что надо входить в школу. А сидеть дома – это плохо? Я считаю, что да. Я не учитель. И у меня нет таких знаний, которые сейчас требует школа. Я считаю, что надо входить в школу. Жанна Анатольевна, а как вы думаете, онлайн-образование сегодня – это ввеление времени? Нужно быть готовым к этому? Или вот от безысходности? Знаете, Ольга, мне очень понравилось перед последнего респондента ответ о том, что действительно коллективизм, коллективный дух, общение, живое общение с учителем не заменит ничто. Но если пандемия нас настигнет вновь, мы уже идем в новый учебный код более подготовлено. У нас есть веб-учительская, которая создана на сайте Областного института развития и образования. Наши 57 учителей принимают участие в конкурсе. А сейчас по разработке дистанционных форм обучения и программ для обучения. То есть мы готовимся к этому. И есть дети, которые больны и которым нужна именно такая форма обучения. Поэтому учитель должен быть готов. Мы к этому готовимся очень усиленно. Но, тем не менее, видя, как ждут учителя в новых обновленных школах, мы очень надеемся, что мы будем заниматься глаза в глаза. Потому что школа и школьная жизнь – это даже не только про уроки. И про программы – это и еще о многом другом. Еще одно сообщение хочу зачитать. У меня только хорошие слова в адрес педагогов, особенно педколлективу средней школы номер 26. Гомеля, спасибо вам. Спасибо. Очень бы хотелось, чтобы сейчас всем нашим учителям сказали спасибо. Позвонили, принесли цветы, потому что нужна поддержка. Жанна Анатольевна, у вас есть время, чтобы обратиться к коллективу, к ребятам перед началом нового учебного года. Уважаемые ребята, уважаемые педагоги, уважаемые родители, в этот непростой час для нашей страны, для, наверное, всего мира в связи с пандемией, мне очень хочется сказать добрые слова поддержки каждому из вас и поздравить вас с наступающим новым учебным годом. От имени Главного управления образования заверить вас, что сегодня все сделано в области для того, чтобы каждый ребенок мог получить достойное образование, иметь безопасные условия пребывания и получить любовь со стороны педагогов. Давайте все-таки как можно больше любви, добра, хороших отношений, взаимоотношений, как воздушные шарики, запустим в нашу общую школьную жизнь. И поверьте, только от нас зависит, каким будет атмосфера и в конкретной школе, и в стране, и в мире. От каждого из нас мира, добра и счастья каждому из вас. Спасибо, Жанна Анатольевна. Заместитель начальника Главного управления образования Гомельского облсполкома Жанна Жданович была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова